Привет, я Антон Акулич и вы смотрите Рэп Ньюз, под боку самых шумных новостей, прошедших двух недель в категории русский рэп. За мое долгое отсутствие в сети появилось достаточно много интересных и не очень новостей, а сейчас о каждом понемножку, дабы выпуск не терял интереса. Пока не отвалилась голова, пока в ней слова, все будет хип-хоп! Естественно, первым видео на сегодня будет Versus Battle и первый подгон от Ресторатора, противостояние между Пракилограммом и униженным Птахой рэпер Оби-Ван Каноби. Уберите камеру эту, нахуй! Пошел ты в жопу! Это, у нас в городе, кстати, барыг въебывают, если ты не знал. Второй раунд! Так что сказал, что он барыга? А где сказал, что он барыга? Настоящий батл, сеть, настоящая ненависть. Про, блядь, вот это, нахуй, говоришь? Про килограмм, ага. Вон с мали, блядь, не в паре, ладно, хуй с ним. Что, килограмм сосисок, что ли? Да, говна, блядь. Давай, смотри, история, короче, про Оби. Поебану ты создание, блядь! Силуазь писька отсохла и превратилась в сухарик. Все майн-эвенты не особо отличались качеством. Тем более, они из батлов батл выделяются отвратительным звуком. Эта битва не исключение. Два рэпера, известные лишь в узких кругах, необоснованно рассказывают истории из набора слов. Нагругаются, матерятся. В общем, целом, версус по своему формату уже надоедает. Ждем продолжения. Следующим батлом был поединок известного нам из батлов Никиты Алфавита и представителя Одессы Майти Ди. Выпуск получился гораздо интереснее многих поединков второго сезона, даже из основной обоймы. Примечательно то, что на этот раз судьбу победителя решали приглашенные люди из бара. Показательное выступление, которое нельзя оставить без внимания. Кто дает свой голос за Алфавита? Браво! Кто голосует за Майти Ди? Который имеет намного меньше хайпа. Пусть даже мы не замечаем его планшет, но по тексту и подаче у Васи было гораздо интереснее выступление. Последний раунд из Деппор Мати Баттла уж никак не удивил, но это оставим на рассуждение моралфагом в комментариях. Расскажу всем о маме Галата. Я как-то ебал одноглазый сосед и дверот из тройбата. Ее драли фанаты Зенита, то готовила сыну похавать, не вставая с дивана. Маму Галата ебал ресторатор под рэпми и группой Нирвана. Вася Чет тоже как-то случайно выебал маму Галата. Он ебал ее в рот и даже в оконную раму. Ну, в жопу мамы Галат. Я шок и ебу, а наутро он превратился в маму Галата. Вернись, блять, обратно и провожаю наш истинный баттл. Скажи, почему ты ничего не разбил, ебло? Я ее держу. Я четко не говорю, что есть разница между вот куплетом про маму Галата и тем, что говоришь ты. Ты не смешно просто оскорбляешь и орешь. Подожди. В этом вообще нет ничего крутого. Ты ебаный пидор, хуйсос, я ебал твой рот, ты хуйсос, пидор, мудила. Пидор ебаный, сука, хуйсос. Также за две недели вышло достаточно много интересных выпусков слова и сейчас о каждом по порядку. Начнем с представителей якобы злого и аморального рэпа, пара Эдди Алай и Отрикс. Поговорим о втором, который набравшись хайпа за счет паблика ВКонтакте, возомнил себя вторым в ИТСД, но на сушке. Говоря в треках, как он кого-то жарит, пожалуй, каждый при прослушивании испытывает дикое отвращение, ибо такому персонажу даже шлюха не дала бы. Отвратительное поведение при выступлении моря грязных строчек, наверное, и все, чем запомнился батл рэпера, имя которого начинается на точку. Ты на слове ничто. Чмо. Зато звезда, блять, ВКонтакте. Ты как североамериканский зоофил, тебя интересуют лайки. Слава! Это как сколько весит рэп Свана? Горшок вопрос. А сколько весит рэп Отрикса? Рублей сто за пост. Отрикс с детства был странным ребенком, его лелея лихачи. Когда ему читали сказку про Емелю на печи, он представлял еврея на печи. Кидал Зигину, получил пизды и теперь кидает Сиги в печали. Я не Отрикс, но поставил точку еще в самом начале. Слово. Ебать! Ебать, мой хуй, забери. Ебать. Ебать. Вторым словом на сегодня является баттл тяжеловесов. Мистер Хайт и Чест. Появление на баттле в Краснодаре, тем более такого формата рэпера с онлайн баттлов Чест, вызывают непонятное чувство. В итоге, как смешных строчек и припоминания о победе многолетней давности, ему и нечего было предъявить. Яркости в выступлении Хайда оказалось гораздо больше, поэтому победа очевидна. Нас здесь лишь двое, но все равно, мэн, ты здесь для массовки. Как эти юные красотки, которые потом гниют в моей подсобке. Ты думал, что мы баттлим ради сотки или за скидку на кроссовки? Решил ты тут в стендхаусе? Окей, но он в горящем здании высотки. Мэн, ты приехал ради мелкой потасовки, но я утоплю тебя в слюне, ведь мои мысли широки, как дельта амазонки. На третьем баттле оказался еще один омерзительный отморозок, который впервые в истории баттлов такого формата смог сорвать выступление и дать оппоненту автоматический проход. Представляю нарезку самых ярких моментов. Паша Техник позавидует. Бля, пиздец. Я могу сказать все, что угодно. А! А! Кто ты такой, Тема? Эти клоуны твои, отцы? Играл твой трек на вписке коллективный суицид. Клевый Тема, как пизда, с которой течет пот. В этом раунде я бьюсь с малышами, тинки-винки, ля-ля-по. В жизни сахар. Темочка добавил, спец и поголовно все крутые, а и то, как в сорок пятом с немцами. Каждому свое место, вон с моего кресла. Каждому свое место, вон с моего кресла. Каждому свое место, вон с моего кресла. Все, 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 достаточно, достаточно, достаточно. Достаточно. Микрофон снимай. Снимай микрофон, достаточно, все. У нас здесь все-таки условия, никакого физического. Тем временем, когда Жиган получил срок, Дмитрий Хинтер постепенно увеличивает обороты и выпускает подгон за подгоном. Концерты в Москве и Питере, неожиданное интервью о наболевшем и очередной клип. Каким бы аполитичным я бы ни был, все равно приходится затрагивать южных соседей украинцев. Разом нас багато, нас не подолати. Разом нас багато, нас не подолати. Как и нациям, понятиям, не брехни. Ющенко, Ющенко, это наш президент. Мы в Украине, доньки и сыны, зараз чи николи, годи чекати. Разом нас багато, нас не подолати. Свобода редкая в кисы в этих краях. Не постояв за нее, можна с нас за нулях. Свобода ветер в полях, в донецких степях. Кто заковал ее в цепи, пожнят лишь пепел. В тельняшки на ПТРе полосатый рейс. Модные темные очки, бородатый фейс. Раньше каждый папка Бабаем пугал детей. А сейчас его боятся Уэссадо Дэй. От Луганска до Львова сейчас творится жуть сплошная. Замбоящик пашет, где срут, а где ждут Бабая. А он сидя в зеленке за бугром в тылу врага. Всех фашистов шлет на приемы тут пока. Шок в своем клипе смог грамотно обойти стороной негативные стороны. И рассказать о своем представлении всей ситуации у любителей горелки и сала. По его мнению главной проблемой является продажная западная СМИ. Которые по своей лживости и от русских то не особо отличаются. Но основным инициатором событий на Украине, виновником всех смертей он считает США. Чем и подтверждает сожжение флага в конце видео. Эпизод с пародией на царя в самом конце очень тонко показывает всю сущность Вани. 500 миллионов в треугольнике. Оле и Ахтлес. Оле и Ахтлес. В нас лежит агрессия и жажда мести. Война отца и цена. Оле и Ахтлес. Мы подожгли флаг смерти. Оле и Ахтлес. Оле и Ахтлес. Оле и Ахтлес. Хотелось бы рассмотреть детально клипной The MC с альбома Неразбериха. Кстати рецензию на которой можно узреть на нашем канале перейдя по аннотации. Довольно давно Иван не радовал нас своими крупными, современными, остро-социальными, двусмысленными клипами. А теперь все по порядку. Согласно сюжету, богатый школьник превосходит своих сверстников. И что примечательно, находясь в окружении охранников прямо в школе, носит фамилию Минзулин. Бумажку с надписью Минзулин-дурак подбросил также известный нам интернет-персонаж Эльдар Джараков, сыгравший в видеороль переростка. Так вот, явный намек с фамилией в адрес двух представителей политической верхушки России. Госпожа Елена Минзулина и господин Виталий Милонов в симбиозе простого рыжего парня. Отличная идея затронуть двоих одновременно, которым незаконно нужно придумывать, а к психиатру показаться. Хорошая критика государства, после чего видео могут оценить как экстремистское и рассекретить Ваню, так же как и его бывшего звукорежиссера. Участники «Окупай педофиля» и на протяжении двух дней контролировали переписку подставной жертвы и Владимира Амеликова. Когда же он назначил свидание, к нему пришли сотрудники известного борца с педофилами Максима Мартинкевича по прозвищу Тесак. Со мной из МС сообщил, что шокирован новостью и подобных отклонений за своим сотрудником не замечал. Твою ж мать, люди, вас не учит жизнь вообще. Вы уважаете рэпера Дёрти Монка, это я. Я известная личность, меня уважает весь интернет. Я думаю, многие стали подзабывать, кто настоящий гэнстер-рэпер в России. Краткая рецензия от его фаната. Вы купаете фишку, что ли? Пули разбросом, вышибает из дулом. Узон играет на фоне, значит качаются клубы. Дёрти читает об этих улицах Хурбана. Хейтеры пишут на форумах и дрочат на порно. Опаснее шторма, удары словесного комбо. Тебе расколет плафон, чтобы ты понял, запомни. Гонишь на Монку, упакуют под пленку. Король читает зачетно и качаются тёлки. В тёмном районе ты познакомишься с пулей. Хейтеры, трупы, Дёрти качают вашу мамулю. Событие, о котором, конечно, нужно сообщить всем. Это возвращение группы Каста с клипом «Россиянцы и Американе». Прямиком из США вещает та самая Каста, которую все любят многие годы. Русский менталитет на западных улицах. Это смотрится с широчайшей улыбкой на лице. Но где же русская душа? Где те самые корни, о которых не стоит забывать? Не забывай свои корни. Помни, есть вещи на порядок выше. Слышишь? Пожалуй, единственным дополнением этому клипу должен быть медведь с балалайкой и обязательная чекушечка за пазухой. Читать рэп в Америке с использованием американского сленга в чисто американском музыкальном стиле россиянцы поют о загадочной русской душе. Вот уж действительно загадочно. Дальше некуда. Также забавно наблюдать за комментариями под видео и хохлосрачем, который последнее время появляется под каждым роликом на Ютьюбе. Правда, что скоро исчезнут банкноты? Правда, что в мире станут падать самолеты? Что там нашли марсоходы? Там откуда родом я? Это все мифы. Запретили роутеры и нет никакой инфы. Кто ты скачет, то пускай! Эй! Эй! Кто ты скачет, то пускай! Эй! Эй! Кто ты скачет, то пускай! Эй! Эй! Многие привыкли сравнивать трэп с локтитрясами и задницами, но теперь трэп вышел на новый уровень, который кардинально отличается от слюнявых клубных песенок. Реально жесткий и брутальный кач от представителя Казахстана, двоечника. Когда слетаешь с копыт, когда наглуха убит, Когда варетишь ебало, когда кентами забыть, Когда свою кобылу в найти палишь вафлей, Когда обосанных петли окшай тянешься рукой, Или фанеру запускаешь на своей первой мутке, А траву решаешь через пидосных проституток, Ебешь незнакомку после клуба без кантона, Ебашешь терпилу возле своего дома, Если прижали мусоря, подхуй тусуешь, братуху, Если сукам жмешь руку, а? Альтернатива Версусу и Слово, батл поднялся на новую планку, уличный уровень с грязью и тройными рифмами. На этом все, подписывайтесь на канал, ставьте лайк под видео, а свои талантливые видеоработы присылайте к нам на гугл-почту. До пятницы! Итак, МС справа, представьтесь. Лонгбой в будущем метка, юх. Антикиллер. Антикилл. Антикиллер, я помню. Не киллер, антикилл. Вот. Никто не хочет начать, никого нет, у тебя не начать. Давай я теперь. Начинай ты. Я русский автомат, бью чисто в такт, поглощаю твои панторизмы, вставляю чисто свои рифмы. Конечно, читаю не как каста, но буду уверен, как баст. Батл? Слава. Батл. Ууу, передавай. Чё-то ты, ман, медленно тут читаешь, я тебя буду выносить чит, своими читами. Фу. Твоя девушка, как магнит меня, она меня тянет. Я знаю, потому что я тебя буду выносить тут, вперёд ногами, я тут буду манагамить, пока что земля под ногами. Идём, как же. Да, блин, я перебил. Я, бля, след. Батл. Я не... Батл. Я не били-мили-гал, а своим словом мигал. Я знаю то, что я тут... Блядь. Блядь? Тут блядь уже появились. Блядь, я не могу сейчас вынести тебя, блядь. Блядь, блядь. Батл? Ты будешь пить сок из моих нахуй носок. У тебя... У тебя, как у меня, как у латыша. Хуй, блядь. Да и душа. Ты, блин, про себя говоришь, что ты латыш. Тогда я тут европеец. Так что ты, Стаси, кушь.